Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Сегодня понедельник, а значит как обычно будет сюрприз-микс. Rainbow Corns Zuru 2 серия, Disney Tsum Tsum 6 серия принцессы Disney от Hasbro, морские динозавры Eko Maxi и другие. Будет интересно. Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, ставьте лайки и поехали. Начнем с огромного пакета морские динозавры Eko Maxi, а для гостей. Внутри есть буклет. Какой жуткий зверь попался. Он умеет менять цвет в воде. Это церезозавр. А всего в этой коллекции 15 морских динозавров. Я очень хотел бы вот эту рыбину найти, никогда она не хочет мне попадаться. Две игрушки могут светиться в темноте, а 13 менять цвет в воде. Шею динозавру защитили специальной картонкой. А то она у него очень длинная и хрупкая. Смотри, как прикольно динозавр раскрашен. Как настоящая кожа, смотрится здорово. А брюхо у него позеленело. По болоту часто лазит и стал зеленым. А вот голова у него, как у настоящей змеи, и клыки торчат. Каких только чудищ раньше на планете Земля не водилось. Это игрушка антистресс. Можно жмякать, растягивать. И устраивать морские сражения. А теперь давайте проверим его на цветоизменяемость. Здесь у нас горячая вода, здесь холодная. Сначала в холодную залезем. Но в холодной с ним ничего не происходит. Заныриваем в горячую. И видим, что он начинает сразу белеть. Наверное, не весь, а только спинка. Так, внизу он таким же зелененьким остался. Сварился наш динозавр. Опускаем в холодную. И снова стал коричневым. Шоколадный шар Чупа-Чуп с куклой Лол. Теперь посмотрим на вклады. Всего до коллекции 8 разных куколок. Прикольная девочка-кошечка. Классный у него ободок с розовыми ушками. Я кошечек люблю. Это игрушка-брелок. Сделан из резины. Эта сторона мне нравится. Эта совсем не нравится. В комплекте есть веревочка. Можно куда-нибудь прицепить. Светбокс Эволюция Черепашек Ниндзя. Внутри мармелад. Игрушка в пакетике. Вначале посмотрим на вклады. Коллекция небольшая. Всего 5 игрушек. Донателло, Рафаэль, Леонардо, Микеланджело и Барон Драксум. Попался Донателло. Он же Донни, гениальный инженер. Очень гордится своим интеллектом. В результате чего страдает легкой манией величия. Разрабатывает свои выдающиеся изобретения. Он полагается на науку и мастерство. Его особенности. Умный более чем саркастичный и невозмутимый. А внутри еще один вкладыш. Точно такой же. Редко такое бывает, что два вкладыша попадаются. И вот такая черепаха ниндзя. Это самая худшая черепаха из этой коллекции. Очень мне нравится ее морда. Страшная. На Франкенштейна похож. Это у нее такая специальная маска. Сзади панцирь защищен броней. Чтобы не разломали. Также у него, как я вижу, броня есть на локтях, на коленях и пояс. Игрушка пластиковая стоит на устойчивой подставке. А вот если бы их еще сделали и вот в таких позах боевых, цены бы этой коллекции не было. Пасхальный киндерджой. Я еще и новогоднюю серию-то не успел собрать. А уже пасхальные вышли. А еще и мир юрского периода есть. Когда все это собирать, непонятно. Попался дом. У меня такого нету. Все в этой коллекции 8 фигурок. Овечка, курочка, лис, ежик, петух, заяц, лягушка и лама. И какое-то количество допов. Сколько их всего, непонятно. Кто знает, напишите в комментариях. Допы, конечно, в этой серии так себе. Вот такое солнышко. Но по солнышку-то я соскучился. За зиму. Скорее бы лето. Греться на солнышке, на пляже. Еще можно эти игрушки использовать как трафареты. В комплекте идет веревочка. Хотелось бы, чтобы пореже попадались игрушки, которым в комплекте идет веревочка. Из пасхальной серии Kinder Joy у меня уже собрано 9 игрушек. Осталось найти еще какое-то энное количество. Волшебная лампа Аладдина. А может и нет. Литл Эс Пэт Шоп. Лаки Пэтс от Hasbro. Раскурочиваем лампочку. Достаем вклады. Всего в этой коллекции 17 игрушек. Вот эти питомцы супер счастливые. Хотелось бы олененка найти. Эти просто счастливые. А вот эти обычные. Так, совсем немного удачи приносят. Сейчас посмотрим, кто мне попался. Так, вылетел сразу амулет вот такой в виде косточки. ЛПС. А здесь бантик. Потом разберемся с амулетом. Посмотрим на игрушку. О, что это за зверюшка? С татушкой в виде косточки. И тут значок ЛПСа есть. Это глазастая лягуха. Все видит. Рот у нее тоже огромный. До ушей прям улыбочка. Прикольные у нее лапки. Качество игрушки мне нравится. Вообще ЛПС прикольных животных делает. Очень милых и классных. Игрушка пластиковая. Тут есть вот такая табличка, что означает значок амулета. Мне попался бантик. Это дружба. И косточка приключения. Походу ждут меня с друзьями приключения. Эта лягуха приносит в нее очень много удачи. Из обычных фигурок. И зовут ее Джоли Оли. Шоколадное яйцо Мега Сикрет Пушин. Так, ну хоть не кошка с планшетом попалась. И не сыщик. Но такая у меня тоже есть. К сожалению, очередная повторка. А всего этой серии 8 кошечек. Мне не хватает с гитарой. С фотоаппаратом. С партсменки. И пиццеедки. А попалась кошечка с лейкой. Поливая свои тюльпанчики. Которые ей надарили к 8 марта. Она очень упитанная. Так как ей тортиков тоже много надарили на 8 марта. А вот лапки кошечки очень маленькие. Тяжело, наверное, такую лейку держать в них. Классная коллекция от Мега Сикрет. Очередная уже шестая серия от Хасбро Принцесс Диснея. Сейчас посмотрим, кто тут есть. Шестая серия Принцесс Диснея от Хасбро. 12 игрушек. Аврора, Принц Филипп, Мулан, Енот Мико, Покахонтас, Бель и Чудовище. Вот хотелось бы его найти. Золушка, Гном Дупи, Белая Снежка, Флинн Райдер и Рапунцель. Походу на коробочках есть Кода. И этот вроде Ц11. В комплекте идёт вот такая диорамка. Что это тут у нас? Да это, похоже, огромная библиотека многоэтажная. Вот бы мне такую. Читать я люблю. Я думаю, что, скорее всего, тут попадётся Бель. Или Чудовище. Чудовище попалось, как я и хотел. Ой, а что он такой грустный? Не хочет Бель за него замуж выходить. Голова у фигурки подвижная на шарнире. Можно даже вот так сделать. Он же Чудовище. Так более жуткий смотрится. Ладно, вернём обратно. Красивый у него костюм с позолотой. Сзади длинный хвост торчит. Ноги с четырьмя пальцами у него. Руки, как у человека. Жуткие клыки, огромный нос и рога. Да, такого сложно полюбить. Качество игрушки отличное. Вставляем диорамку в вот такую прозрачную коробочку с красивыми узорами. И внутрь можно поместить игрушку. На полочке эта коллекция будет смотреться супер. Ещё эти фигурки могут соединяться друг с другом. Киндер-сюрприз на Тунс. Так, кто тут? Повторная игрушка. К сожалению, вся коллекция не нарисована. Частенько попадается в этой коллекции антилоп огну. Куда-то скачет. Прицепили её специальным крючком к вот такому холмику травяновому. У холмика есть колёсико. Игрушку двигаем и она начинает скакать. Кто уже успел полностью собрать эту коллекцию, напишите в комментариях. Теперь давайте откроем вот такой наборчик Цунцун Дисней. Прикольные бархатные персонажи мультиков Диснея. Три игрушки открытые и одна закрытые. Производитель Зуру. Это вторая серия. Давно она у меня не пополнялась. Так, яйцо, ну-ка не падай. До тебя тоже ещё дойдём. Так, а где вкладыш-то спрятался? Вкладыш нашли. Посмотрим на него сначала. Игрушки бывают обычные, редкие и суперредкие. Цунцунчиков можно складывать друг на друга и строить башенки. Есть редкие игрушки. Три золотистых. Себастьян, Тигра и Перри. И серебристые игрушки. Пришелец, Сквиши, Майк, Тинкер Белл. И ещё 33 обычных Цунцума. По любимым мультфильмам Диснея. Смотрите, какие прикольные пухляши. Очень маленькими ножками и хвостиком. Это Дональд Дак. В своей фирменной фуражке и с бабочкой. Очень эти игрушки мне тюлени напоминают. Сами они бархатные. Следующий у нас Пятачок из Винни-Пуха. С длинными ушками. А вот носиком можно было и побольше сделать. А то как-то маленький сильно. Такой же как глазки. Весь розовенький. А где хвостик у Пятачка? Не сделали. И третья игрушка. Это Русалочка. С морской звездой в прическе. Реснички ей подкрасили. Ручки есть, а ножек нет. Вместо ножек у неё вот такой хвост. Как у Акулы. В этих фигурок очень красивый окрас. Такие нежные цвета использованы. Мне нравится. Ну и посмотрим на секретную игрушку. Ух ты! Что это за зверь такой? Да это зайчик. С белым хвостиком. Маленькими лапками. Моя коллекция зайчиков сегодня пополнилась. Это вдвойне круто. Тоже у зайчика есть реснички, как у Русалочки. Какой носик у него большой. Пятачку такого не хватает. Что-то я забыл из какого он мультика. Давайте на вкладыше его найдём. Зайчика зовут Мисс Банни. Хм. Так я не могу вспомнить из какого она мультфильма. Кто знает, напишите в комментариях. Из второй серии Цум Цум Дисней у меня уже собрано 28 игрушек. Осталось найти ещё 12. Теперь давайте откроем последний сюрприз. Огромное яйцо, из которого торчит рог единорога. Значит какой-то единорог там по-любому прячется. Производитель Зуру. Называется он Рейбо Корнс. Серия вторая. Спаркл Хёрд Сюрпрайз. Обещает нам внутри 6 сюрпризов. Сейчас посмотрим, что там скрывается. Есть место разлома. Ух ты! Ничего себе, какая игрушка огромная. Сидит и пырится на нас. Это какой-то единорожек. Давайте на него посмотрим. Круглый он. Напоминает мне Беззубика. Из игрушек в кружке. Тоже у него крылья такие, лапки. И пухляш мягкий. А здесь у него почему-то сердечко с вопросиками. Ух ты! Это отклеивать можно? Интересно, давайте отклеим. Так, и здесь у него суши. Что это значит? Он ими питается что ли? Странный тогда единорог. О, за спиной у него ещё и крылышки есть. Как у бабочки. Игрушка очень мягкая и приятная на ощупь. Отставим он пока в сторонку. Посмотрим, что ещё в яйце есть. Какой-то непонятный пакетик. Во, вот вкладыш. Как интересно он разбирается. Вначале у нас идёт инструкция по открыванию сюрпризов. Так, всего в коллекции 6 плюшевых игрушек. Рэйни, Кора, Нойл. Похоже он нам попался. Это какая-то смесь единорога с совой. Диджей, Мэй и София. А также тут могут попаться вот такие маленькие игрушки. Их 72 штуки. Огромная коллекция. Хомяки, совы, панды, щенята. О, зайчики есть. Ну, конечно же, я хочу зайчика найти. Фламинго, ламы, котята, обезьянки, львы и единороги. Это игрушки-штампики. А вот в этом пакете вроде бы должен быть слайм. Сейчас откроем, узнаем. Замесим-ка это всё. Ну, это не слайм, а жвачка для рук. Она ещё рвётся с прикольным звуком. Покрыта блёсками. О, и пахнет жвачкой. Что-то даже заживать захотелось. Нельзя такие запахи мощные добавлять сюрпризы. Какая-то карточка. Можно заполнить дату рождения и имя питомцу придумать. Так, и внутри маленькое яйцо. Давай, вылазь, кто тут сидит? Ух ты, довольно крупный питомец. Так, какой-то пухляш. То ли это хомяк, то ли панда. Скорее всего, панда. Большеглазая, а в глазах у неё звёздочки. И какие-то точки. Кристаллики. Тоже есть рог, как у единорога. И березовенькие блестящие крылышки. Сама игрушка как будто перламутровая. А сидит она на печатке. Печатку тоже надо вскрыть, посмотреть. О, и она может печатать драгоценные камни. Панда, несущая рубины. Да, точно, вот она, эта панда. Они ещё в разных цветах могут попадаться. Ну, как вам понравился этот сюрприз? Слайм, игрушка-печатка и плюшевый зверь огромный, фантастический. По мне, идея прикольная. Но цена высокая. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились цун-цунчики и пучеглазая лягушка ЛПС. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну, а я пойду по пючеку. С небольшим количеством сладкого. Много сладкого есть вредно. Пишите интересные комментарии.